Приветствую всех в городском парке города Елец. И когда-то это был действительно городской парк, и здесь собирались только люди благородных сословий. Дворянского собрания это был парк. Ну а сейчас это для всех желающих. Парк природы, памятник природы регионального значения. И мы идём по дорожкам этого памятника природы. Дорожки выложены, ходить удобно. Различные растения и деревья, и кусты, и цветы, и травы. Есть много незнакомых. Вот это, допустим, по-моему, серый орех. Фонари выдержаны в старинном стиле. Есть и удобство. М.И.ЖО. Для всех, кому потребуется. Колесо. Обозрение довольно высокое, потому что здесь вокруг нет многоэтажных домов, и, в принципе, его высоты хватает, чтобы кинуть взгляд на окрестности. Желающие могут посидеть и на лавочках отдохнуть. А мы всё-таки подойдём поближе. Ага. Осмотр технически пройден. Всё. Можно пользоваться. Размер этого колеса 25 метров. Ну, довольно прилично. Ну, так как сейчас будний день и раннее утро, я иду с работы домой, то людей практически нет, детей тем более. И мы можем насладиться именно природой. Нам никто не помешает. Что же такое слева интересное? Пойдёмте посмотрим. А слева осталась от начала XX века композиция с водоёмом, изображающим вот контуры его. Нам сказали, что повторяют контуры Чёрного моря. Ну, похоже, беда какая-то с Чёрным морем. Тоненькая струйка. Ну, я надеюсь, это только здесь проблемы. Наверное, какие-то технические работы или чистка. Ну, вот здесь трудно сказать, на каком же берегу Чёрного моря я стою. Что же это вот? Ну, хоть бы какой-то указатель обозначение бы сделали. То ли это северное побережье, то ли южное. Ну, зато пень очень красивый. Так, давайте перейдём через мостик. Который нам напоминает, в каком году же создавался город Елец. Вернее, первое упоминание. И то ли я иду через пролив Босфор, то ли в Азовское море иду. Герб Ельца 1146 год. Первое упоминание в летописи. Непонятно, что... Но перешла, перешла. И вот он, грот. А что-то, видимо, осталось от тех-тех давних времён. А что-то уже... Ну, мне кажется, он был раньше выше. А арка осталась. Немного страшновато под ней ходить. Но блогера не удержать. Блогер идёт. Я же должна всё увидеть сама и поделиться с вами. Поэтому поднимаюсь по ступенькам. Выложены из плит известняка. Известняк – это наш местный камень, которого много в окрестностях. Поэтому очень много фундаментов, очень много различных построек, церквей, несомненно, выполнены как раз из плит известняка. Взгляд сверху бросаем с небольшого возвышения. А здесь очень хорошо посидеть каким-нибудь парочкам влюблённым, поговорить, помечтать, поцеловаться украдкой. Здесь же сверху видно, идёт кто или не идёт. Ну, по-моему, сейчас какие-то нравы уже не такие. Особо никто и не смущается поцелуями на публике, как и курением. Ну, да ладно. Спускаемся теперь вниз по тем же известковым ступенькам. Известняковым, наверное, неправильно сказала. А читки, посмотрите, как живописно вписываются в дырочки этих плит. И всё так старинно чувствуется. Вот прям дыхание истории. Вдоль дорожек высажены хосты, фиалки. Верёвочка, наверное, от детей натянута, чтобы дети не скакали. Слева павильон. Там, по-моему, какие-то автомобильчики. Ну, а справа продолжаются различные насаждения. И очень удобно, что стоят таблички и указан год посадки. Котальпа – несомненный лидер в ландшафтном дизайне. Вот, посмотрите, она нам даже оставила один цветочек. А вообще, она очень знаменита не только цветами, но и стручками. Как будто вот дерево фасоль, дерево бобы. Это катальпа. И даже вот можно подойти, сорвать этот стручок, когда он, конечно, совсем созреет, и посадить потом у себя. Я так и сделала. Мне дали стручок, но только не из парка, а из дома. И я высадила. И у меня растёт катальпа. А это серый орех. Так, орех, а где орех? Ага, нашла. Вот они, орехи. Ну, я, правда, не знаю, съедобные они или несъедобные. По-моему, что-то в лекарственных целях используется. Идём дальше. Вторая катальпа. Здесь уже поменьше стручков. А слева такой сосновый воздух. Вот чувствую его хвойный. Ну, конечно, не зря здесь сосны. А вот перед нами теперь бывшая танцплощадка. Я помню. Молодость моя была в тех годах. Советские времена, времена СССР. Это была танцплощадка, городской парк. Здесь была музыка, играла на эстраде. Света музыка была, цвета музыка. И сюда пускали танцевать. Парочки, не парочки. Но за деньги. Был входной билет. Сколько стоит, не помню. Только на последнюю композицию пускали уже бесплатно всех желающих. Ну, довольно многочисленное было здесь танцевальное поле. Собирались желающие. Конечно, не все танцевали. Кто-то просто на лавочках сидел. А вы посмотрите, какая клумба интересная. Хосты, 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 хосты. А в середине метельчатая гортензия, которая сейчас как раз цветет и благоухает. Надо сказать, что над благоустройством парка трудится много. Довольно человек. Не могу сказать, сколько. Я их порой вижу. Кто-то подметает дорожки. Кто-то поливает. Кто-то стрижет. Здесь и мужчины, и женщины. А вот здесь, видимо, что-то у них не сложилось. Четыре горшка с цветами обычно здесь стоят. Ну, видимо, или цветов не было, или как-то не сложилось. Центральная аллея. Взгляд в одну сторону. Там то колесо, мимо которого мы прошли. А здесь небольшое ответвление дорожки, которое ведет к памятнику Ивана Бонина, писателя. Вот я подсмотрела, как здесь устроены подвязки кустов-пионов. Мне, наверное, дома тоже такую идею надо использовать, чтобы кусты не разваливались. Здесь они так компактно стоят, эти пиончики. Надо себе такую идею дома использовать. Доходим до памятника. Бросаем взгляд. Аромат – это изображение Ивана Бунина, который был гимназистом. Ну, в молодости, понятно, да? Он учился как раз у нас в городе. Подходим к душистому табаку. Вы его узнали? Ах, как пахнет! Вот сейчас день. Вечером он сильнее благоухает. Ну, и сейчас такой тонкий аромат. Ой, да, еще вот тонко-тонко чувствуется. Старинное растение. Наверное, как раз со времен дворянского собрания. Сейчас не везде его сажают. Канны еще не цветут. А здесь цинерария, живучка, лобелия. Путь наш идет дальше. Еще одна дорожка совсем маленькая. А куда же она ведет? Давайте посмотрим. Ага. А это открытая библиотека. Так называемый бук-кроссинг. Книга из рук в руки. То есть каждый может оставить книгу, и каждый может взять книгу. Но, судя по всему, тут волнует всех только высшее образование и английский язык. Больше нет ни одной книги. Наверное, надо хоть и с дома что-нибудь принести, поставить. Конечно, ненужное, что я не буду точно сама читать. Обыгран и пень. Папоротники. Тоже очетки. И сюда вот просится на пень еще вазон с цветами. Можно было бы поставить. Разворачиваемся. Идем дальше. Сейчас перед нами площадка, где бывает надувной батут. Это, конечно, для детей развлечение. Причем интересная очень информация висит внутри. А внутрь попасть невозможно. И почитать невозможно. Ну, как повесили, так повесили. Что же сделаешь? Надо сказать, что это городской парк. Здесь есть, вот видите, тоже еще для детей небольшая зона. Но через дорогу находится именно детский парк. И там, конечно, все больше для детей. Здесь совсем немного. Немного аттракционов. Немного всяких зон. Это больше взрослый парк. Чугунный вазон тоже сохранился из древних-древних времен. Подстать фонтану. Но о фонтане речь еще впереди. Укрыто заботливо от дождя. Настольное. То ли футбол, то ли хоккей. Не помню. Многое сейчас закрыто. Потому что, как я и говорила, утро, будний день. Кино не пойдем смотреть. Даже 5D. Нам кино и в жизни хватает. А вот колиусы мне нравятся. У меня таких нет. Надо подумать. Продолжаем путь. Продолжаем любоваться. Тихо. Здесь не слышно городского шума. Интересное растение с длинными иголками. Ну, я так понимаю, какая-то сосна. А вот какая, не знаю. Может быть, кто-то из вас мне подскажет. Какая-то мягко-игольчатая. Слышно только птиц. Прекрасно можно посидеть на лавочках, отдохнуть от суеты. Даже почитать можно. Конические ели. Много разных растений. И привычных, и непривычных. Ага. А вот пень как раз с вазоном цветов. А вот это. Вот сейчас левее, левее. Вот это что за растение? Я его не знаю. Что это такое-то? Надо воспользоваться Google фото. Может быть, Google подскажет, что это такое. Большой цветок, красивый, пока закрыт. К стыду своему я не знаю этого растения. Сейчас погуглим. И вставлю для вас, для всех, кто, если не знает, как и я. Ага. Бругмансия. Или ангельские трубы. Продолжаем путь. Веселый поезд. Конечно, для детей. Обычно используется лошадь. Ну, или электромобиль. А вот этот тоже для лошадей. Ну, это на зимний период. Сани. У нас в окрестностях Ельца есть несколько конских клубов. И поэтому здесь часто бывают конные прогулки. Такие своеобразные поезда. Можно и верхом поездить. Дети в полном восторге. Ну, кормушки больше на зимний период. Потому что летом птицам хватает всяких червячков и гусениц. И я, как человек, интересующийся растениями и устройством ландшафта, всегда посматриваю, как устроены городские клумбы. Какие-то идеи для себя использую. Здесь вот секторами высажена бегония и хосты. И в середине гортензия. Ну, интересно. И вот это очень интересное из песчаника. А налево повернуть что такое? Дерево любви. Два символических сердца, они же дерева. А здесь очень много замочков. Ну, всем понятно, что сюда приезжают молодожены после росписи, записи в ЗАГСе. И вешают замочки. Ну, традиция. Она же во многих городах такая традиция. Ну, вот интересно посмотреть. Пупс плюс Сюня. Ну, Сюня, я так понимаю, это все-таки Ксения. А вот Пупс загадочный что означает? И разрешил ведь написать Пупс. Ну, это их семейная какая-то такая тайна, семейные словечки. А тут коротко. Сэ плюс Дэ. Поэтому я не возражаю. Пусть будет Пупс и Сюня. Зато вместе навсегда. Совет да любовь. И очень-очень разные эти замочки. И разные года указаны. И имена разные. У кого-то со стразами, у кого-то с лентами, с розочками. Ну, главное, что вместе навсегда. Да дай Бог, и пусть будут все вместе навсегда. Не надо расставаться. Надо как-то жить друг с другом, терпеть друг друга. Двенадцатый год. Солидно. Нашла самый маленький замочек. Сейчас покажу. Вот он. Самый-самый маленький. Меньше не вижу. Леша плюс Вика. Ну, а вот тот, видимо, самый большой, который двенадцатого года. Вот этот. Илья плюс Оля навсегда. Самый большой. Интересно, наверное, через спустя какое-то время прийти, посмотреть, найти свой замочек. Посидеть на стволе дерево, полюбоваться. Подкова, конечно, впечатляет размерами. То ли она бутафорская, то ли она от какого-то, наверное, коня-тяжеловоза. У них такие большие копыта. Небольшой обзор вам второй половины парка. Как вы и поняли, я вам показала только небольшую часть, ну, примерно половину. Мы еще не видели старинный фонтан, не видели еще клумбы, бабочки. Еще кое-что не видели. Но это я оставляю вам для интриги. И надеюсь, что вы ко мне еще зайдете посмотреть. Придете ведь? Буду очень рада. Герб Ельца. До следующей встречи. С вами была Мария.